Сегодня специально я встретилась с Наргизочкой, чтобы она мне показала выставку. Выставка, кстати, уже закрывается, осталась там неделя, может быть, чуть больше. Наргизочка, расскажите мне, пожалуйста, это ваше первое детище, да? И мне очень интересно, чтобы вы мне сами рассказали и показали экспонаты. Чему посвящена выставка? Выставка посвящена на тему цель устойчивого развития и ответственного потребления. Мы изначально думали, как бы распространить эту тему, чтобы все знали отсюда. И знали не так, чтобы приняли и забыли. Да, все говорят, цель устойчивого развития, были у нас там еще другие какие-то, да, всякие. А чтобы люди приняли это сюда, вот здесь и менялись, да? Например, искусство способно менять людей, и поэтому мы хотели эту тему раскрыть через искусство. И мы начали вот художников молодых привлекать, начали вот их собирать, потом провели для них семинар на эту тему ответственного потребления. После того они начали свои работы. Сейчас на этой выставке представлены 30 работ, 24 молодых художников. Это студенты училища Чуйкова нашего в Бишкеке и студенты Академии художественной Бишкеки имени Тургумбая Садыкова, а также выпускники этих же учреждений научных. Здесь представлены очень интересные работы, также смешанные разные техники, да? Получается, здесь традиционная же смешанная техника. Даже вот на пакете полиэтиленовый нарисовали из Уль. Есть разные инсталляции, даже пустая рама, на что очень удивились наши народные художники. Да. Это чисто... Что за смелость, что за наглость такая, назвать этой работой, да? И еще это называется работа пустота. Пустота. Каждый может сам себе вот определить, да, что такое пустота или вообще зачем пустая рама, да? Зачем эта пустевшая рама? Мне кажется, вот художники, они же вдохновляются людьми, природой нашей, да? А если мы не будем защищать нашу природу, если вот экология, экосистема исчезнет, то что будет защищать наших художников и что они будут писать вообще? Да. Видела репортаж о выставке Возотек и все время хотела вот спросить у вас. Вот это есть какая-то вот фигура или что это? Или это просто набор стаканчиков? Что это обозначает? Я вот пыталась узнать в этом, может быть, какого-то зверя лежащего или что-то. Что это? Расскажите. Меня зовут Мария, она выпускница в университете ГАСИ. Она сама как-то защищала дипломную работу, писала дипломную работу на тему фабрики, которая будет перерабатывать отходы. Вот здесь, например, один стаканчик и от этого вот еще идет очень много одноразовых стаканчиков. Это означает, что вместо миллионов таких стаканчиков можно было использовать только одну. Например, если летом мы покупаем шуро, например, каждый день под две стаканчика. Если в Бешкеке живет там миллион человек, пятьсот тысяч из них будет пить шуро, то видите ли, сколько появляется. Да, то есть это гора просто стаканчиков использований. Здесь, например, когда мы выбрасываем, думаем, вот один нормально, три нормально, а когда они накапливаются, они становятся проще. И получается, это тоже вред к экологии, так как мы... Гора твердых отходов, да. Которым требуется время даже, чтобы перегнить в земле. И мы еще рубим деревьев, чтобы сделать бумагу, да, и бумажный стаканчик. Вот мне тоже еще приглянулось тоже вот это, вот это как правильно назвать, это инсталляция, это или символ человечества, да, тоже. Это страшная техника. Мне немножко стало горько, печально, потому что вот человек в окружении вот мусора, да, не хотелось бы такого человека видеть. Просит помощи. Может, где-то на земле так и умирают люди от мусора, например, да? У нас на Бишкекской городской свалке тоже люди работают среди вот мусора, они сортируют, например, мусор, там разные бутылки собирают, без перчаток, без маски. Ну, маски может быть, те, которые они сами сделали вручную. И человечество умирает не от войны, не от чего-то, да, от мусора, который мы сами же производим. Да, но здесь я смотрю, вот есть картины, да, которые вот просто в традиционном, так скажем, привычном нам жанре, да, изобразительного искусства, вот в форме тоже, вот я смотрю, очень интересно, да. Вот это тоже лампа относится, да, к вашей выставке? Да, это инсталляция, светильник, можно, да, выключить, включить. Получается, вторая жизнь отходов, они дали вторую жизнь, да, этим отходам, которые уже вышли из использования. Получается, они, если занимались вы художники таким, например, творчеством, можно было бы из старых вещей сделать новую и использовать их дома. Как много людей посетило выставку, увидели ли вы интерес вообще у наших граждан к ней? Очень многие, вот даже дети подходят и, что это такое, спрашивают, да. Когда все начинают спрашивать, что это такое, это уже хорошо, они интересуются. И один вот, мне кажется, из Иссыкуля были школьники, и они спрашивали, вот, конечно, что художники поднимают эти вопросы, но почему они не показали, как решить эти проблемы? А я говорю, художники сделали уже, ну, выполнили уже свою работу, да, они вот представили свои работы, вы, посетив эту выставку, начинаете дискуссировать, начинаете обсуждать эту тему, то это очень хорошо, да, для молодежи, которые вообще не думают ни о чем, да, иногда. Спасибо, Наргинсочка, за эту экскурсию, да, ну, мы надеемся побывать еще на новых выставках, на выставках, которые вы планируете организовать. Спасибо, удачи вам. Вам спасибо.